Мы настолько привыкли к телевизорам в наших домах, что замечаем его только тогда, когда он вдруг оказывается выключенным. Этот фон стал нам так привычен, что мы уже не задумываемся о влиянии его на нашу жизнь, наше здоровье. Но когда в доме появляется ребенок, становится ясно, опасная зависимость овладевает нашими чадами, и нужно срочно принимать какие-то меры. Здравствуйте, Глеб. Добрый день, Наталья. Удивительно, но даже в век компьютерный телевизоры не перестают беспокоить наших родителей, и это, конечно, хорошо. Поэтому сразу перейдем к вопросам. Здравствуйте. Моему внуку шестой год. И я считаю, что не всегда моя дочка права, запрещая ему смотреть мультфильмы, она категорически против того, чтобы больше 20 минут ребенок смотрел телевизор и потом заставляет его прекращать просмотр. Бывают иногда истерики, хочу смотреть, мама, ты мне не разрешаешь. Вот как правильно разрулить такую ситуацию? И так вот видится такая бабушка сердобольная, которая как-то так вот над внуком чуть ли не плачет. Как же так? Знаете, тут есть два плана, которые нужно развести. Первый план отношений – это, собственно, мама и ребенок. И это вопрос от бабушки сейчас. Может быть, для мамы проблемы-то и нет. Сейчас мы отдельно об этом поговорим. Вопрос такой от бабушки, что ей как бабушке делать, чтобы разрулить эту ситуацию, тоже непонятно. То ли как убедить дочь, что пусть он смотрит, то ли как помочь внуку как-то это переносить. Ну вот давайте попробуем с первой части. Ну мне слышится так, что есть мама, которая, во всяком случае, не пускает ситуацию ребенок-телевизор на самотек. Она следит, она придерживается каких-то норм, есть рекомендации определенные, сколько, в каком возрасте нужно смотреть, на каком расстоянии и так далее. И сам факт, что ребенок как-то противится этому, в этом возрасте не вызывает у меня особого удивления. Понятно, что детям интересно смотреть мультики, понятно, что им хочется смотреть их и подольше. В общем-то, ну всем нам понятно это. Сразу вспоминается фрагмент из мультфильма про Винни-Пуха, когда кролик спрашивает, тебе там меда или сгущенки? И того, и другого, и можно без хлеба. Это понятно. Конечно, хочется посмотреть, особенно если мультик большой, а мама разрешила только кусочек посмотреть. А что же дальше-то там будет? Интересно же, здорово. Но вполне возможно, что для мамы проблемы нет. Она понимает, что она права, она заботится о сыне. И может быть, либо она находит в себе силы терпеть эти истерики, либо она находит какие-то слова. И не знаю. Мама вопросов не задает. Будем надеяться, что она знает, что делает. И слава богу. Вопрос о бабушке. И вот здесь, опять же, ей стоит самой... Мне бы хотелось как-то эти вопросы задавать. Что? Вам кажется, что ваша дочь неоправданно жестко подходит? Как-то очень категорично? В этом ли вопрос? Или вам кажется, что смотреть телевизор не стоит, особенно очень долго. Но как-то нужно найти способ как-то утешить. Не очень понятно, бабушка в этом активно участвует? Или она просто знает о том, что происходит? Или она пьет волокордин в соседней комнате? Это тоже вопрос. Если кратко, потому что мы не знаем ответов на все эти обстоятельства подробные. Если кратко, я бы сказал так. Вы знаете, в вашем описании ситуации мне тревожного ничего не слышится. Доверьте своей дочери. Все-таки вы ее воспитали. И раз вам кажется, что вы воспитали, я надеюсь, хорошего человека и заботливого маму, то доверьтесь ей, пусть будет. А внука, ну, утежьте. Утежьте, как вы можете, как бабушка, своими какими-то объятиями или предложить ему что-то поиграть, почитать. В конце концов, конфеткой его угостить, вытрите его слезки. То есть, еще раз говорю, сама мама, скорее всего, с этой ситуацией справляется. Для нее это не трагично. А для бабушки нужно определить, что больше всего ее тревога какое-то и неприятие этой ситуации вызывает, что именно она хочет разрулить. И в зависимости от этого, либо довериться дочери, оставить ее в покое, либо найти какие-то свои бабушкины подходы к внуку, ну, как-то его так вот утешить. Я бы так ответил. Действительно. И даже не стоит бабушке уговаривать маму смотреть даже полчаса, час. И самой не стоит ребенку разрешать. Не стоит. И вообще, проблема соотнесения воспитательных позиций разных поколений относительно одного ребенка, это очень серьезная проблема. Потому что весьма часто, к сожалению, бывает так, что бабушки с дедушками и мамы и папы не могут найти каких-то вот общих таких позиций в воспитании ребенка. И это, как ни странно, идет не на пользу, а во вред самому ребенку, по поводу которого ломаются эти копии. Поэтому, если действительно родители хотят в интересах ребенка что-то сделать, а не доказать кому-то свою там правоту или взрослость, или жизненный опыт, или что-то еще, то тогда нужно искать компромиссы в интересах ребенка. Вот в данном случае, если там дочка знает, что делает, доверьтесь ей, пусть она делает это. А ты телевизор вообще любишь смотреть? Угу. А что ты любишь больше, телевизор смотреть или играть в игрушки? Телевизор смотреть. А сейчас я очень люблю с папой играть в игры, интересную игрушку на большом там приучере. А ты любишь смотреть телевизор? Обязательно. А что ты там любишь смотреть? Такого мальчика, он классный. Там медведи есть такие. Ну, охотник. Понятно. А тебе мама вот говорит, все, хватит смотреть телевизор. Нет, нет, это бабушка говорит, хватит смотреть телевизор. Даже когда это сегодня, я, бабушка, я хотела посмотреть телевизор, бабушка даже не посмотрела мальчика. Я кино смотрю. Телевизор, признаться, люблю. Немного, наверное, больше всего нравятся, ну, или любимые сериалы. Я смотрю телевизор только вот после того, как сделаю все уроки. Если у меня остается свободное время, я могу посмотреть телевизор. Иногда я смотрю разные программы, чтобы что-нибудь узнать. Иногда я смотрю, конечно же, мультики, фильмы. Ну, да, так. Когда там идет интересная передача, а так, когда там что-то, ну, какая-нибудь неинтересная передача идет, зачем ее смотреть, если мне интересно, неинтересно. Ну, бывает, конечно, я смотрю с папой новости, там, так. Бывает, смотрю разные фильмы, мультфильмы. Ты, в общем, доволен телевидением современным? Да. Да. Очень. Не очень. Я, потому что... Я его смотрю только, когда хорошее кино идет. И то там пару каналов. Телеяло могу немного посмотреть. Здравствуйте, меня зовут Мария. Мой сын, ему тригодик, он очень любит смотреть телевизор. Скажите, пожалуйста, не вредно ли это, и сколько вообще можно разрешать ребенку в день по времени смотреть телевизор? Как-то, знаете, хочется сразу спросить, откуда у трехлетнего ребенка такой большой опыт смотрения телевизора, что он уже аж полюбил его, да? Ну, вот часто общаясь с мамами маленьких детей, я знаю, многие из них искренне признаются, что очень удобно. Вот посадил ребенка, и можешь заниматься какими-то делами, он под ногами не будет там нигде мешаться, потому что он увлечен. Понятно, у мамы есть разные дела домашние, так сказать, она одна чаще всего с ребенком, да, там никто не помогает, все работают. А дела надо делать, а ему свое внимание, ему не объяснишь, что маме нужно приготовить, убрать, постирать, погладить, там, и еще в магазин сходить. Поэтому, конечно, очень удобно. Но, безусловно, телевизор, вот как некое явление, как некий фактор нашей жизни, он, ну, не полезен детям. Есть такие рекомендации детских врачей, психологов о том, что до двух лет вообще нежелательно ребенку смотреть, да? Скажем, там, от двух до трех, ну, где-то, там, минут 15 в день, так вот, да? Ну, старше трех, там, от трех до шести лет примерно, ну, можно побольше уже, там, можно до получаса, до часа, разные есть просто рекомендации. Но, опять же, деля на части, может быть, там, на две части, два раза по полчаса, к примеру, да, в день. Но, в принципе, даже есть такие наблюдения, что те дети, которые часто и по многу смотрят телевизор, они как-то не в лучшую сторону отличаются от своих сверстников, которые не делают этого. Например, у таких детей, которые часто смотрят, да, у них может быть повышен вес, например, да, снижено зрение, повышенная агрессия, недостаток общения и развития речевого может быть, да. Понятно, что далеко не у всех, но те, кто делает это подчасто регулярно много и, там, в семье или даже в одиночку, вот такие вещи наблюдаются. Это не очень полезно, поэтому, если есть возможность заменить телевизор каким-то живым общением, реальной деятельностью, то это необходимо сделать родителю. Здесь телевизор такой коварный союзник в плане облегчения жизни родителям, да, поэтому не стоит ему так доверять, да, потому что, еще раз повторю, соблазн велик. Ты знаешь, где ребенок, ты знаешь, что вот он сидит, как приклеенный на одном месте, родительское сердце спокойно, можно чем-то заняться, но вот, к сожалению, телевизор берет свою мзду, он залезает в душу ребенку, он его приковывает к себе, заманивает, зачаровывает. И потом, действительно, может возникнуть некая зависимость, уж не говоря о том, что как-то телевизор дает готовые образы, вместо того, чтобы ребенок сам фантазировал, размышлял, развитие воображения, это очень важная составляющая в дальнейшем развития мышления детского. Здесь, получается, все готовые образы, и, собственно, тогда мышцы воображения, они в малой степени тренируются, да, вот, просто один конкретный пример, да, как телевизор может влиять, поэтому, чем меньше, тем лучше. И самообман, когда родители ставят ребенку на дисках, вот, обучающие программы, что это только в пользу, это такой же вред принесет, правда? То есть все в дозах малых. В малых дозах, да, потом те же самые обучающие программы можно в виде какой-то игры вживую сделать вместе с ребенком, и посмеяться, и поучиться, и отдохнуть самому взрослому, да, родителям от каких-то своих взрослых дел. То есть тут гораздо больше плюсов, чем вот в таком вот мнимом обучении. Дело ясное, что ребенка нужно отвлекать от телевизора, поэтому найдите для него дело поинтереснее. Посмотрите с вашим ребенком настоящее документальное кино. Поговорите, о чем эти фильмы, кто герои таких фильмов. Подумайте, а какое событие предстоит в школе или в классе у вашего ребенка. Если нет такого, то сами создайте повод и снимите об этом документальное кино. Для начала напишите самый простой сценарий. Объясните, что нужно взять интервью у одноклассников и сделать подсъемы. Чтобы взять интервью, нужно подробно расписать все вопросы. Чтобы сделать подсъемы, также расписываем конкретно, по порядку, что нужно снять. В нашем случае рассказ учителя у доски, дети рвут в тетради, дети издают макулатуру и так далее. Когда сценарий будет готов, даем видеокамеру, штатив ребенку и отправляем его в школу. То есть на работу, конечно же. А сами звоним учителю и просим помочь в организации съемок. И, возможно, у вашего юного режиссера и оператора появится настоящее хобби и признание одноклассников. Кстати, такие фильмы востребованы на школьных, областных, городских конкурсах. И, может быть, именно на таких конкурсах ваше юное одарование обретет первое признание. Так что дерзайте! Он будет один на третьем месте. Поехали три третьих места. Панихиткин Лев из города Кимки. Совершенно замечательный город. Мы его сейчас будем смотреть. Называется закрытая традиция. Лева, постой, постой. Куда же, не успели сфотографироваться. Давай, зипломочек нам покажи. Давай, давай, давай. Вот так. О, молодец. Спасибо за помощь. Дайте, пожалуйста. Вы знаете, вот этот ролик, который мы будем смотреть, мы ведь его смотрели в глазами вестей. Я еще раз повторю название. Забыть это традиция. Это вот очень здорово и интересно. Я попрошу наших коллег запустить этот ролик. Мы сейчас все насладимся. Что же такое макулатура? Что же такое макулатура? Я не знаю. Можно написать тысячу статей об охране окружающей среды, но согласитесь, одно маленькое конкретное дело будет дороже. Однажды в одном обыкновенном лицее мы, обыкновенные второклассники, задумали необыкновенное в наше время дело. Нам просто стало жалко природу, а жалко ее стало все потому, что мы задумались. Алиса, а сегодня сделайся бумага. Деревья вырубаются и превращаются в длинную ленку. Как ты думаешь, из чего делается бумага? Ну, для начала вырастает из семечка деревьев, потом эти деревья срубаются. И из них делается длинную-длинную ленку. Бедные деревья. Яна, как ты думаешь, как делается бумага? Сначала деревья вырубаются, потом из них делают бумагу. А тебе не жалко деревья? Жалко. Таня, как ты думаешь, как делается бумага? Сначала они выпиливают деревья, потом отзываются на какую-то ферму. А потом их перемещают. А тебе не жалко деревья? Да, жалко. Жалко, тетя. Что такое макулатура? Я не знаю. Грежа, шишки. Что такое макулатура? Я не знаю. Все началось с рассказа нашей учительницы о том, как все школьники всей нашей страны собирали макулатуру. Алла Александровна вспоминала, как они ходили по квартирам, магазинам, просили старые бумажки, газеты, коробки, как устроились соревнования в классе и гордились тем, что спасали леса. И у нас возник вопрос. Жить с ним. Жить с ним. Жить с ним. Жить с ним. Люди просто перестали жалеть природу. Поэтому надо срочно браться за дело. И я докажу, почему. На земле ухудшается экологическая обстановка. Скоро мы будем дышать углекислым газом. И только деревья могут нас спасти. Потому что именно они поглощают углекислый газ. А мы их безжалостно вырубаем. Сегодня с электропилами это сделать просто. Для срубки одного дерева нужно всего лишь 10 минут. А для посадки одного дерева нужно целых 3 часа. Чтобы дерево выросло, должно пройти от 50 до 500 лет. Мало того, я узнал, что деревья-долгожители поглощают гораздо больше углекислого газа, чем молодые деревья. А россияне каждый год выбрасывают на свалку 100 миллионов тонн макулатуры. С завтрашнего дня мы с вами начнем что делать? Затем набирать макулатуру и зачеркивать. Да? Ну что? Число. И раз. Когда у вас такая разница? Итак, в день открытия зимней олимпиады в Сочи стартовал наш олимпийский проект. Ровно за 20 дней мы собрали 240 килограммов макулатуры. За это время нам стало известно, что около 50 килограммов макулатуры спасает одно дерево. Следовательно, за 20 дней мы спасли 5 деревьев. Если к нашей акции подключится вся школа, а это 29 классов, то в следующий раз мы спасем около 145 деревьев. А это уже небольшой парк. А если мой проект победит, его увидят ученики разных школ. И, надеюсь, наш пример вдохновит их. А там, глядишь, возродится старая и добрая традиция нашей неравнодушной страны. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня трое детей, и из общения с другими родителями я знаю, что существует такая проблема, как средство массовой информации, в частности телевидение, где дети могут увидеть много негатива, увидеть не очень хорошие передачи, которые далеко не способствуют их развитию. Я решила эту проблему таким образом. Я просто сократила, практически свела на нет просмотр телевизионных передач и заменила их просмотром дисков, мультфильмов, художественных фильмов, которые я выбирала сама, которые я считаю подходящими для моих детей. Глеб, как вы считаете, это выход? Ну, это один из выходов. Безусловно, так. Просто важно иметь в виду, что время не стоит на месте, и когда-то детям захочется не только мультики посмотреть. Безусловно, есть хорошие каналы документальные, познавательные, про природу, про всякие разные стороны нашей жизни, про науку. И там, ну, насколько я знаю, действительно, там очень такая экологичная информационная среда, тем более, что сейчас есть такой вспомогательный момент, маркировка. Да, там 6+, 0+, 12+, да, то есть тоже родитель может немножечко ориентироваться. Но здесь родителю важно понимать, что да, есть какой-то период, когда ограждение от негативных вещей является, ну, каким-то, может быть, главным или одним из действующих инструментов такого воспитания и защиты детей. Но наступает момент, когда нужно использовать другую стратегию, когда нужно приучать ребенка, так сказать, душевное закаливание проводить, да, потому что, ну, рано или поздно он столкнется с этим. Да, знаете, как говорят, вот сейчас есть такой, говоря своими языком, тренд, да, тенденция такая, да, когда с маленькими детьми, родители, у которых есть такая возможность, уезжают там, не знаю, на полгода, на год иногда, вот куда-то в южные страны. Да, да, и они там живут спокойненько, там, так сказать, там тепло, хорошо, море, солнце и так далее. Но рано или поздно все равно, ну, в школу-то ребенок-то наверняка все-таки не в Таиланде, а здесь пойдет, да, поэтому все равно закаливать нужно. Рано или поздно столкнется с русской зимой, с, там, с лякотью, с бациллами, бактериями и так далее, да. Вот примерно то же самое и здесь. Рано или поздно ребенок столкнется с изнанкой жизни. И здесь важно об этом помнить, важно родители чувствовать себя готовым когда-то что-то показать или о чем-то поговорить. О том, что он против этого, но так или иначе это все равно лезет. Лезет в семью и полностью сделать такой вот, полностью вакуум невозможно и даже и не нужно. Потому что, вот, знаете, опыт педагогики, еще даже не нашего и не прошлого, а позапрошлого века, он таков. Была такая идеалистическая идея. Вот нужно собрать маленьких детей, вырастить из них очень хороших людей в закрытом учебном заведении. И потом, как закваску, выпустить в мир. И вот они будут этот мир улучшать. И вот эта идея показала некую, ну, такую несостоятельность свою, потому что излишняя закрытость этого учреждения рождала такую очень мягкую, очень благоприятную среду. И потом, выходя в реальный мир с его недостатками, а то и пороками, люди просто ломались. У них просто не получалось противостоять этому. Они были настолько поражены, настолько в шоке, в ужасе от того, как оно на самом деле, что просто не хватало такой нравственной выносливости, нравственных сил для того, чтобы выполнять вот ту цель, то какое-то предназначение, о котором мечтали создатели этих учебных заведений. Вот очень важно вовремя понять, что нужно эти прививки ребенку делать. Тогда, когда он какой-то интерес проявит к этому. Спасибо, Глеб, за столь содержательную беседу. А вы, уважаемые телезрители, присылайте, пожалуйста, свои вопросы, свои видео-вопросы по почте или на электронный адрес. Пока я прощаюсь с вами. До новых встреч!